Доброе утро, друзья, доброе утро, все собираемся на... Сегодня у нас заключительное занятие по перте-авод. Сегодня мы завершаем изучение великой вообще книги пертей-авод. Это же удивительная вещь, да, что сколько времени мы учимся, и, значит, в конце концов мы закончили книгу. Еще не закончили, сегодня заканчиваем. Да, значит, всем привет, Владкосов, шалом, Анделина Руф, шалом из Краснодара, Ель Ахапова. А, давайте я сейчас сброшу еще раз ссылочку на тренинг, на тренинг, который мы с Литаном сделали, который мы с Литаном сделали по семейным отношениям. Итак, первые отзывы уже очень хорошие, нам они очень помогают курс этот улучшить, улучшить. Так что, пожалуйста, проходите, пишите, и мы будем его улучшать. Те, кто уже в отношениях, вот, Алекс Поделков, он уже очень много времени, я так знаю, женат, но мне интересно, вот, если вы пройдете вместе с женой или по отдельности этот курс, то ваши отношения улучшатся в 10 раз, я так предполагаю. Это же хорошо? Да, вот, это же очень хорошо. Все, мы собрались уже. Бру хато адуйной эрэйну мэле аулам шакулия бедро. Ложечек, дашь, пожалуйста, ложечек. Все, друзья, мы начинаем изучать четвертую главу. Четвертую главу. Четвертую главу мы продолжаем изучать. Все, все на месте уже. Все на месте. Все готовы. Советую очень брать с собой. Советую брать с собой очень сильно. Ручки, листики. То есть учение вообще, изучение чего-то, это не просто слушание чего-то. Слушание – это не обучение. Когда человек слушает, у него включено только один канал восприятия информации. И в итоге, в итоге у него ничего не остается. То есть он просто прослушал, даже он понял то, что слышал. Но это не называется обучение. Обучение – это когда то, что ты слышал, оно в тебя входит и остается у тебя для дальнейшего использования. То есть нужно не просто понять, а нужно еще запомнить, чтобы потом применять. То есть это более серьезная задача стоит перед нами. И, значит, Марина спрашивает, если не живем вместе с мужем, нужно ли изучать этот курс. Да, этот курс важен для того, чтобы получить некую систему правильного подхода к семейной жизни. То есть мы базировались на Торе. И так как мы базировались на Торе, то мы создали 30 видеоуроков, в которых полностью изложена система, системный подход к созданию семейных отношений. Если вы не в отношениях сейчас, то вы, изучив этот подход, вы уже, входя в следующие отношения, вы просто профессионал, который, ну, шансы на счастливую жизнь, они близятся в этом случае к 100%, очень близятся, ну, устремляются просто. Если вы в отношениях, то у вас, конечно, этот курс улучшит ваши отношения. Главное, чтобы было намерение, то есть чтобы было намерение применить систему, применить систему, которую Бог дал, как систему для улучшения своей семейной жизни. Все. То есть это именно курс семейных отношений, базирующийся на Торе, на том, что как Рамбам, Рамбам был такой великим мудрец, он сказал, что муж обязан просто по отношению к жене, и что жена обязана по отношению к мужу. Если это базируется на глубочайшем знании человеческой природы, мужской, женской, человеческой, и если оба начинают выполнять то, что они должны по отношению друг к другу, то у них полная гармония и счастье, и любовь. Как говорится, мир да любовь. Все. Двигаемся дальше. Мы изучаем последнюю мишну у нас в Пертьевод. Значит, последнюю мишну в Пертьевод. Ее сказал, сказал ее Тана. Тана – это мудрец эпохи, который жил 2000 лет назад, до 120 года нашей эры. Значит, в 120 году уже мишна была полностью закончена ее записывание, да, хотя у снатора она была же раньше. Значит, последняя мишна, 23-я мишна, интересно, в 23-я мишна, в 5-й главе, ее сказал мудрец по имени Бен Эгэ. Бен Эгэ. Бен – это сын, Эгэ – это одно имя, Эгэ – это другое. Значит, смотрите, имена, ну, звучит странное это имя, Бен Эгэ. Но имя, например, там Саша или Игорь, оно звучит не менее странное для какого-нибудь корейца или китайца, да. То есть мы просто привыкаем к каким-то словам и к каким-то моделям, но эти слова и эти модели – это не более чем привычно для нас, они все странные. То есть если с какой-то стороны, с какого-то ракурса посмотреть, то все вообще, что в этом мире происходит, очень странно, очень странно, очень непонятно весь этот движняк, который человек двигается, двигается, всю жизнь он двигается, бегает, 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 сам не знает, почему бегает, потому что всю жизнь недоволен и всю жизнь не удовлетворен. И в итоге – бах, и умирает где-то, да, упал и умер, и все. Значит, почему звали этого мудреца Бен Эгэ? Есть разные предположения. Буква Эй – это есть четырехбуквенное имя Всевышнего, которое не произносится. Оно обозначено четырьмя буквами. Ют, Эй – буква, это пятая буква алфавита. Вав – это шестая буква алфавита. И Эй снова – это пятая буква алфавита. Ют, Эй, Вав, Эй. Это имя, которое из четырех букв, которое нельзя произносить, потому что это кодовое как бы обозначение того, кто сотворил мироздание, того, который был всегда, есть и будет, того, кто находится за пределами структуры, но из которого происходит вся структура. Это тот, кого мы называем Бог, который творец, создатель мира, который мир сотворил. Потом есть еще, когда он мир сотворил, это же он же сотворил и себя же сотворил. Он же и материал сотворил, и все сотворил. И уже вот эта сотворенная часть, которая сотворенная, Она называется всесильный, элоим. Говорят, Бог всесильный, это он же, только Бог это тот, кто непостижимый, не структурированный. Всесильный это все вот эти вот законы, которые он создал, система взаимодействия между этими молекулами, которые непонятно как держатся, потому что внутри материи 99% пустоты. Если мы посмотрим соотношение ядро атома и вот эти вот все, которые вокруг него летают, то расстояние, например, от Солнца до Земли между ядром и вот этими вот электронами, которые вокруг летают. И получается, что внутри каждого атома пустота, 99,9% пустоты энергии. Нету там ни твердости, нет никакой, материи нет. И все мироздание состоит из пустоты, но эта пустота каким-то непостижимым образом, она вся структурирована и кажется, что это не пустота. И она твердая, но внутри пустота. И вот тот, кто держит вот эту вот всю систему, это называется всесильный, Бог всесильный. То есть он создатель всех сил, всех законов, всех взаимодействий. И почему-то вся эта структура держится и не разваливается, и не рассыпается. Хотя непонятно, внутри все пустое и все состоит из атома. А снаружи посмотришь, все разное. Понятно, да? Есть Ашем, тот, кто дает всему этому энергию и сотворил это. Есть Бог, который всесильный, это он же. И вот эта вот буква Эй, это буква из имени вот того, который творец, создатель, до структуры. Теперь, когда Авраам, Авраам Авину, праотец Авраам, он додумался до того, что я вам сейчас рассказываю, да? А он это додумался. То есть он размышлял и смотрел на все эти звезды, планеты и думает, ну не может быть, чтобы был хаос. Не может быть, чтобы, как вы думали идолопоклонники, что каждая сила, она отдельная. Он думает, если бы каждая сила была отдельная, то они бы между собой входили бы в хаотичную, все время в хаотичную какую-то борьбу, да? Потому что если каждая сила отдельная, каждая сила тянет куда-то в свою сторону. И он над этим думал, думал и говорит, есть один создатель мира, есть тот, кто это все сотворил и всем управляет. Есть. Это он додумался. Теперь, когда он додумался, он был там на каком-то высочайшем уровне постижения, он был там астролог, маг. То есть он знал всю вот эту вот магию, магию, которая дошла. А как получилось? Первый же человек, Адам Решон, он знал Бога. Потом он передавал это, но его уже потомки, они сказали, ну есть Бог, хорошо, Он есть. Но мы знаем, как все работает, у нас есть сила влиять на вот всю уже систему, которую Бог создал. И мы, так как человек же, он является отражением Бога, то есть человек по образу Бога, они сказали, секундочку, если есть Бог Творец, и Он вошел в меня в виде души, и я тоже Творец, и я знаю, как система работает, так почему я должен слушаться Бога Творца? Это было вот то, что думали люди до потопа. Они говорят, я же тоже, во мне есть божественная эта сила. Так чего я должен Бога слушаться, который хозяин мира, который все сотворил? Я сам по себе. Это, кстати, схема, по которой происходят все внутренние конфликты политические между людьми. Вот есть царь, он поставил кого-то министром, а министр думает, ну и что, что он царь, а с какой радостью он царь. И идут постоянно, вот эти вот на протяжении всей истории человечества, идут все восстания против власти, именно по вот этому же принципу, что есть главный, а я хочу быть главным. И идет восстание. И также люди восстают против Бога, который, казалось бы, ну их создал, он все дал. Но люди все восставали против Бога. Абрам Авину, он решил не восставать против Бога, а наоборот, он хотел найти с ним контакт и хотел его служиться. И вот Аврам, он начал его служиться. Сейчас как раз недельная глава Торы, Лех-Леха, Нарцеха. И Бог, когда Аврам к нему пробился, да, к этому создателю мира, он ему говорит, а ну проверим, будешь ты меня служиться или нет. И идет ему сигнал такой. Иди себе, мир цеха, то есть сама фраза, иди к себе, зайди вовнутрь себя, из своей земли, из своего города и из своего дома отца своего. Так он сказал Бог Аврам. Иди к себе, откуда из дома, то из страны, из города, из дома. Почему он сказал, из страны, из города, из дома? Надо же наоборот, начальный человек выходит из дома, потом из города, а потом из страны. А еще он сказал, иди в землю, которую я покажу тебе, но не сказал, куда идти. В этом было его испытание. Потому что, ну как это, выйди оттуда, откуда ты там, он был очень уважаемый человек. Идти куда? Не скажу пока, иди давай, по ходу скажу. Представляете испытание? И почему он сказал, из страны, из города и из дома? Потому что любой человек, он родившись в какой-то земле, он впитывает законы этой земли. То есть мы все живем там. Кто родился в Советском Союзе, это советские люди. Кто родился там в Америке, это американские люди. Те, кто родились в Китае, это китайские люди. То есть, понятное дело, страна накладывает отпечаток. Внутри страны есть город. Значит, я родился в Советском Союзе, но в Харькове, я Харьковский. Кто-то родился в Донецке, Донецке. Кто-то родился в Таштенке, Таштенске. Кто-то родился, ну понятно, да? То есть Одесса, Одесситы, это понятно, есть менталитет города. Теперь, ну в каждом городе есть еще семья, которая еще больший штамп накладывает на человека. Штампы, убеждения, ценности, слова, модели разговора, еда, которую человек ест. Это все идет из дома. Так Бог ему говорит, Аврааму, ты хочешь приблизиться, присниться ко мне, ты должен выйти и оставь обычаи твоей земли. Это проще всего. Обычаи страны оставить, мы уже все не советские люди. Вот Давид до сих пор, правда, в тельняшке ходит. Но, значит, в тельняшке ходит, потому что теперь, но все равно, как бы избавиться от обычаев страны легче, чем от обычаев города. В Харьковске это, можно из Харькова уехать, но Харьков из тебя не уедет никогда. Это есть такое выражение. И, значит, теперь одно, как ты ни крути, человек живет полностью в схемах, которые в него прям впечатали в его доме. Включая семейные отношения, в этом-то весь и прикол, что мы все воспитывались на тех моделях семейных отношений, которые сегодня не работают и не актуальны. И те киски, которые держали людей вместе в прошлом, когда человек не мог найти ни отношения половые вне брака, не мог, это было реально сложно, не мог найти еду вне брака, когда женщины, например, у них был один круг обязанностей, а у мужчин другой. Мужчины обеспечивали женщин, а женщины обеспечивали дом. Но сейчас все вот эти вот связочки, которые раньше держали, не держат вообще, вообще не держат. Поэтому сейчас семьи рассыпаются как вообще, как, почему? Потому что из дома люди взяли те модели, которые когда-то держали их родители вместе, а сейчас каждый причем приходит из разного дома, сейчас все перемешалось, ну, разный менталитет, разные страны. И приходят два человека с разными моделями, оба ждут, что второй должен вести себя как его папа, мама там и так далее. Или как в фильме, в каком-то, который они смотрели. И все. А получается, ну, ничего не держит. А жить каждый может сам. Сейчас 60% уже, например, в скандинавских странах, 60% людей живут по одиночке. По отдельности. То есть 60%. И интересно, что 10% живут в гомосексуальных браках, причем в основном мужчины. А что это делает? Получается, что женщин больше. Женщин больше, значит, женщины, ну, свободных нравов. Теперь то, ради чего женились в основном, да, теперь доступно без женитьбы. Все. То есть спроса никакого на женщин нет. Они продолжают хотеть выйти замуж, готовы. Ну, то есть полностью сейчас капец. Без этого курса семейные отношения вообще считаю, что жениться невозможно сейчас. Хорошо. В общем, Бог сказал Аврааму, освободись от обычаев своей земли, своего города, своего дома. И Авраам ушел дальше. Я не буду сейчас рассказывать историю. Дальше Авраам начал распространять знания о Боге в мире. И на сегодня мир, весь мир, то, что знает о Боге, это все от Авраама. То есть Авраам был, все называются даже религии основные. Как называется иудаизм? Мы молимся все время Бог Авраама, Бог Ицкака, Бог Якова. Как называется христианство? Авраамическая религия, потому что от Авраама. Как называется мусульманство? Авраамическая религия от Авраама. То есть весь мир, который верит в Бога, от Авраама. Теперь Авраам, когда он соединился с Богом, Бог ему добавил в имя букву Эй, вот эту букву, которую звали нашего Тану, зовут Бен-Э-Э. Сейчас мы поняли, откуда он Бен-Э-Э. Значит, вот эта буква Эй, это как из имени Всевышнего, Бог ему дал это имя, добавил в его имя. Он сказал, был ты Авром, а стал ты Авраам, вот Эй он добавил. А Сара, жена Авраама, она была Сарай, написано ее звали Сарай, то есть от слова это на русском Сарай это Сарай, а на иврите Сар это министр, то есть она была, это правитель, то есть она была правительница, да, такое имя ее Сарай это правительница. А он сказал, будешь ли Сара, добавил тоже вместо Ю, добавил букву Эй от себя. И они стали оба такая божественная семья, да, и у них не было детей, они были бесплодные. И когда они стали, вышли на уровень соединения с Богом, Бог сказал Аврааму, выйди, говорит, на улицу, ну в общем, будет у тебя сын. В 100 лет у Сары сын родился, было ей 90, Аврааму 100 лет. И этим Бог показал, что когда ты соединяешься с Богом, с Творцом мира, для тебя законы природы перестают действовать. То есть уже никакие не звезды, не созвездия, не судьба, то есть ты соединился с Творцом мира. И когда человек выходит на вот такое соединение, вот именно с этим Эй, да, вот эта вот буква Эй, то это, конечно, уже совершенно другой уровень, вообще другой уровень существования. И с тех пор те люди, которые присоединялись к еврейскому народу, к народу Израиля, присоединялись к иудаизму, вот эта вот чистая вера в Бога, Создателя мира, без примесей, которая основана на личном контакте, то такой человек становится сын Авраама и сын Сары. То есть он как бы отсоединяется от страны своей, от города своего и от семьи отца своего и присоединяется напрямую к Богу. Через кого? Через Авраама и Сару. И поэтому все, кто принимают иудаизм, они записываются прям кто, они выбирают себе имя, например, там, я не знаю, имя человек выбирает себе Шломойли. Давид, Бен Авраам. Понятно. Теперь Бен Эй, то, что тот, кто сказал сегодняшнюю Мишну, у него вот эта Эй, это показывает, что он сын Авраама и сын Сары. То есть это так зашифровано. И говорил он очень простую, короткую вещь, которая вот заканчивает Пертьявот и которая заканчивает, дает полное нам понимание, как все работает. Он сказал нам простую вещь. Он говорит, липум цаара агра. Это сказано не на иврите, это сказано на арамейском языке. Такая короткая фраза. Он говорит, в общем, говорит, послушайте внимательно. Липум цаара агра. Чем больше страдания, тем больше награда. Что он имел в виду? Значит, речь идет, так как все предыдущие Мишнает до него, они были о Торе, то речь идет о том, что когда ты изучаешь Штору или соблюдаешь заповеди, то тебе положена за это награда. То есть ты присоединяешься к Богу, к Создателю мира. И в этот момент у тебя, ну естественно, ты с ним соединяешься. Но он говорит такую вещь интересную, что чем больше у тебя страданий на этом пути, тем больше твоя награда. Что это значит? Вот я на своем опыте могу сказать, что вот начинаешь, как я начал соблюдать заповеди. Я помню в начале, у меня была очень интересная история, прям уникальная история. Я сегодня, давайте сейчас 10-25, я уже 25 минут прошел, я сейчас не буду рассказывать, я расскажу в следующий раз вот свою историю о том, как я стал религиозным, я расскажу. Следующий будет урок, вот именно этот путь. Но он весь базируется на том, что сказал нам Бен Эээ Липум Цараагра. Сейчас я объясню просто на нескольких примерах. Значит, когда человек в этом мире, все очень сделано равновесно, все сделано очень равновесно и мера за меру, то есть мы вчера учили вот у Мишно, которая за наказание, все идет мера за меру. То есть это закон жизни, плюс и минус, ночь, день, там и так далее, все идет мера за меру. Теперь человек, который хочет получить что-то очень-очень большое, да, много заработать, хочет честно много заработать, не украсть, а заработать. Значит, он должен вложить что-то равновесное тому, что он получит. То есть он не может забрать деньги, то есть он может забрать деньги, но это называется украсть. Если он украл, потом его могут поймать и посадить. То есть он получил много удовольствия, ничего за это не заплатив. Тогда за ним гоняются специально обученные люди, чтобы его или убить заранее, забрать его жизнь, то есть он платит жизнью, или же его посадить в тюрьму для того, чтобы он отсидел. Бывает, что он не сел. Бывает, вы можете сказать, а сколько есть бандитов, которые там не сели, их не убили. Бывает, бывает. Но, если вы посмотрите внимательно на их жизнь, то вся их жизнь, если это можно назвать жизнью, если он знает, что его хотят убить и посадить, то он все это время боится, что его убьют и посадят. Не может человек наслаждаться жизнью, зная, что за ним охотятся и хотят его убить или посадить. То есть, поэтому в жизни все равно, какие бы примеры мы ни приводили, все честно и равновесно. Теперь, если человек, он, присоединившись к Богу, получает в награду рай после смерти, это место, где вот эти души-голограммы кайфуют, просто кайфуют невероятно, наслаждаясь сиянием божественного присутствия. И ждут, пока будет Улам-Абба, вечный мир, который возникнет вместо этого мира без энтропии. То есть, этот мир, он весь из-за того, что люди вели себя неправильно вначале, Бог так его запрограммировал, что человек доходит до возраста 25 лет и потом начинает постепенно разрушаться. И в конце концов разрушается и умирает. Но это не было так изначально задумано. Изначально задумано было, чтобы те люди, которые уже живут, чтобы они жили вечно. Понятно, да, было бы какое-то ограниченное или неограниченное. То есть, у Бога, он же создатель, это как конструктор, это как весь этот мир, как компьютерная игра. И как компьютерную игру программист может придумать все, что угодно, с любыми расширениями, возможностями и так далее. Также Бог, который сотворил мир, он мир может придумать вот так вот, ну, то есть, с любыми расширениями. Так задумано было, что люди будут жить вечно. И вот этот вот мир, который был изначально задуман, но человек, который первый игрок, он его испортил, то этот мир называется грядущий мир. И те, кто заслужили, будут жить вечно. Теперь, если человек, становясь религиозным, получает эту награду, должно же быть честно, сколько надо за нее заплатить? Сколько надо заплатить цену за вечный кайф? Она огромная. Теперь, эта огромная цена, она, как ее платят? Например, человек религиозный, у него есть, написано, что чем ты сильнее в духовном плане, тем больше у тебя ецерара, злое начало, которое тебя совращает, которое работает против тебя. И те люди, которые религиозны, у них тоже идет постоянная война. Внутренняя война, что сделать, как поступить? И поступить так, то есть у них есть тоже постоянное внутреннее преодоление. И нам сказал Бен Ге, вот этот вот, да, великий Тана, великий мудрец. Он нам сказал, липум цара агро, чем больше страданий, тем больше награды. Американцы, есть в американском, в английском языке есть такая поговорка, которая звучит так, что «ноу пэйн, ноу гэйн» — это вот дословный перевод того, что сказал Бен Ге. И эта поговорка, она очень такая распространенная в Америке. Я ее нашел в книге у одного из самых богатых людей Америке, Рей Далио. Это его жизненный принцип. Он говорит, любое развитие идет через страдания. Он говорит «ноу пэйн, ноу гэйн», прям есть глава у него, так называется. И это дословный перевод, то, что сказал Бен Ге, липум цара агро. Чем больше страданий, тем больше награда. В спорте так, человек тренируется, он преодолевает усилия, боль, он становится сильнее. В духовном плане так, в Торе так, во всем так. Но мы сейчас изучаем Тору, поэтому те, кто начинают изучать Тору, они понимают, что сложно. Сложно начать соблюдать шаббат, сложно сделать обрезание, сложно каждый день учить Тору, сложно выполнять заповеди. Это все сложно, но чем больше страдания, тем больше награда. Все, вся жизнь состоит из того, что ты хочешь кайфануть и должен за это заплатить. Те, кто кайфуют и не хотят платить, с них потом забирают больше. Наркоманы. Они кайфуют прям невероятно, ранняя смерть. Все. Те, которые хотят кайфовать и готовы за это платить, они покупают билеты, едут, отдыхают и так далее. То есть, чтобы были деньги, они должны отработать какой-то период времени и дальше они вкладывают в свою жизнь страдания, получили деньги, купили немного кайфа, приехали с отпуска и опять работают. Это так живет большинство людей. В Торе все то же самое. Все, друзья, вот этот великий принцип, на этом мы заканчиваем изучать перте. Есть еще одна глава дополнительная, но мы ее изучать не будем. Это глава для профессионалов, которая вообще полностью посвящена аспектам изучения восприятия Торы. То есть, это глава такая, уровень про. Шестая глава, мы ее изучать не будем. И переходим. Я думаю, что мы начнем опять изучать мудрость царя Соломона Мишлей. Мы опять пройдем еще один раз Мишлей. Это притча царя Соломона. Это великая книга великого мудрейшего царя, который в ней изложил полностью структуру, как работает мир. И мы ее еще раз пройдем с другими уже комментариями. Но важно не те, кто уже изучали. Я же тоже изучал уже, я ее 2-3 раза проходил. Я хочу ее еще раз пройти, потому что важно не то, что я читал эту книгу и даже про нее рассказывал. Важно, какая ее часть стала моим мышлением. Я чувствую, что не вся книга, даже не 10% этой книги стали моим мышлением. Поэтому я хочу, чтобы полностью думать как царь Соломон и действовать как царь Соломон. И, значит, поэтому мы будем еще раз изучать Мишлей, чтобы стать такими же умными, добрыми, великими людьми, как был царь Соломон. Поэтому изучим еще раз Мишлей. Все, удачи, успехов. Напишите свои выводы из сегодняшнего урока. Напишите, пожалуйста, вот минимум один, а лучше три вывода. И поделитесь ими, расскажите их, примените их, начните действовать, исходя из Торы. Все, удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. И шаббат, шалом. Сегодня читаем главу Лех-Леха. Читаем главу, как Авраам, иди себе, ему Бог сказал, и что дальше было. Как раз вы можете открыть Тороп и прочитать недельную главу. Или у нас на портале Вайкра есть уроки по недельной главе с разных ракурсов, разные раввины, разные умные люди рассказывают, что там скрыто. Все, всем пока, удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...